Соскучились по коррупционным скандалам? В Ростове задержали полицейского за превышение должностных полномочий. Итоги недели на блокнот Ростов. Подполковника Александра Аипова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Телеграм-каналы сообщили, что он покрывал проституцию. Сколько зарабатывали те, кого защищал Аипов, неизвестно. А вот сам полицейский получал по 100 тысяч рублей в месяц за свои услуги. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Кого-то задерживают, но кого-то отпускают. Главного архитектора Ростова Романа Илюгина оправдали в этот понедельник. Его задержали еще в феврале 2019 года. Илюгина обвиняли в превышении должностных полномочий и в халатности. Однако доказать его вину так и не удалось. Теперь архитектор может спокойно возвращаться к своей работе. Теперь из Ростова можно добраться на «Ласточки» до городов на побережье Черного моря. Кроме того, возобновили свою работу межобластные автобусные маршруты. Также в расписание вернули поезд «Ростов-Адлер». Власти Ростовской области отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих в регион. Ну а куда можно съездить отдохнуть, читайте на нашем сайте. Самым главным событием этой недели стало голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. И Ростовская область побила рекорды по явке. Напомним, что проголосовать в Ростовской области могли жители ЛНР и ДНР, конечно, у которых есть паспорт Российской Федерации. Для этого даже открыли границы. Но озвучивать результаты голосования не буду, ни для кого это не сюрприз. Пока ростовчане голосовали по поправкам в Конституцию, неизвестный мужчина решил ограбить Сбербанк. Он ворвался в отделение на Северном с гранатой и потребовал отдать всю выручку. Сотрудники именно так и сделали. А когда преступник скрылся, они вызвали полицию. Однако бегал грабитель недолго. 3 июля стало известно, что его задержали в Ворошиловском районе. В квартире нашли полтора миллиона рублей, 27 тысяч долларов и гранату. К слову, сотрудники Сбербанка не пострадали. Самые свежие и интересные новости читайте на сайте Блокнот Ростов. Всем хороших выходных и удачной вам рабочей недели!